Аллилуйя! 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 Живой! Нет бедствия в посольстве Божьем. Нет несчастья в посольстве Божьем. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. В свое время скажут о посольстве Божьем. Вот, что творит Бог. Вот народ, как левица встает. И как лев поднимается, Не ляжет, пока не съест добычу. Нет бедствия в посольстве Божьем. Нет несчастья в посольстве Божьем. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. В свое время скажут о посольстве Божьем. Вот, что творит Бог. Вот народ, как левица встает. И как лев поднимается, Не ляжет, пока не съест добычу. Это наше слово. Это одно из слов, Которые Бог дал нашей церкви. Еще в рано и время. Я здесь, чтобы подтвердить, Что верен Господь во всем. Внешне что-то может выглядеть, как бедствие. Внешне что-то может выглядеть, как несчастье. Но Бог сказал, Нет бедствия в посольстве Божьем. И нет бедствия в посольстве Божьем. Внешне может выглядеть, что что-то не то. Но мы стоим на слове Божьем. И мы парим над бедствиями. Мы поднимаемся над несчастьями. Бедствие нас не трогает. Несчастье нас не трогает. Потому что он говорит, Не оставлю, не покину. Он говорит, что мать может забыть Грудного ребенка. Но я не забуду тебя. Библия говорит, что будешь проходить через огонь. Будешь проходить через воду. Не оставлю тебя. Это наше наследие. Это наше слово. Благодаря этому мы можем стоять здесь сегодня. Благодаря этому у нас есть свято в посольстве Божьем. У нас есть праздник. Мы можем петь. Мы можем поднимать руку. Мы можем мечтать. Мы можем сказать, что посольство Божье Это действительно новая генерация людей. Новое поколение людей. И будущее обещано нам. Бог сказал, что мы наследим эту землю. И мы его наследуем. Поздайте Богу славу. Халлелуя. Халлелуя. Действительно блажен народ, у которого Господь есть Бог. Счастливый народ, у которого Господь есть Бог. Я хочу особо поблагодарить всех участников нашей конференции, нашей годовщины. Спасибо вам. Я хочу очень сильно поблагодарить ОКомитет. Хочу поблагодарить всех, каждого человека, кто несет служение, кто несет вклад в том, чтобы эти служения состоялись, чтобы годовщина состоялась. И даже если я вас не вижу, или другие люди не видят, потому что мы служим в разных местах. Некоторые в видимых местах, некоторые в невидимых местах. Но есть Бог, который видит в тайне. Спасибо всем, кто слушает. Где бы вы ни находились, от имени Бога. Спасибо вам. Если бы не вы, мы бы не имели такого праздника, как у нас есть сегодня. Также я хочу поблагодарить всех, кто приехали, оставили свои дела, перестроили свои дела и приехали сюда почтить человека Божьего в этом доме и почтить Бога. Я хочу сказать, что воздаящее написано, что ищущий Бога должен верить, что Он есть, и что Он воздает ищущим Его. Поэтому Он обязательно вас воздаст. Также я хочу поздравить всех наших лидеров. Это они несут тяжесть этого Великого дома. Особый почет всем нашим миссионерам, те, которые поверили в Слово и поехали к народам. Как Библия говорит, идите по всему миру, научайте народа, делайте учеников. Те, которые поверили в это, спасибо вам. Наши миссионеры, вы наши гордости. Мы благодарны Богу за вас. Все наши гости иностранные гости, мы тоже вас посчитаем. Спасибо, что вы верите в той работе, которую Бог делает здесь. И вы являетесь нашими партнерами, вы поднимаете наши руки, вы остаетесь важными для нас. И я хочу почитать одного человека и хочу читать одно местописание по отношению к этому человеку. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидит и плоди его сладкий для гортани моей. Он вел меня в дом пира и знамя его надо мной любовь. Речь идет о моем единственном, неповторимом, помазанном, красивом, удивительном, потрясающем, верным мужем и другим. Помогите мне поприветствовать старшего пастора нашей церкви, моего друга, поприветствовать моего брата, поприветствовать моего помощника, моего ментора, моего тренера, моего защитника. Пастор, почет вам, честь вам, почтение вам. И одно из самых главных чудов моей жизни, это то, что пастор по милости Божьей решил жениться на меня. Спасибо, присаживайтесь. Халлелуя. Кто мы без людей в нашей жизни? Мы никто. Я хочу подчеркнуть вас, уже очень много было сказано о книгах университета жизни. И одна из причин, потому что мой муж написал, я первый член церкви моего мужа, я сама читаю эти книги. Но не только потому, что пастор написал, но потому, что действительно там есть суть. И потому, что пастор это подарок, и действительно дооткроются наши сердца и наши глаза, чтобы мы познали истину, которая написана в этой книге. Поэтому имейте план чтения этих книг. Если Бог дает эти книги, Бог будет рассчитываться, что если нам что-то нужно, мы найдем ответы в этих книгах. Поэтому давайте относимся к этим вещам очень серьезно. Также я хочу представить мою новую книгу. Эта книга называется «Остановись, пока не поздно». «Остановись, пока не поздно». Суть этой книги – это то, что мы боролись против суеты. Весь мир окружен суеты. У нас есть очень много вещей, которые хотят нашего внимания. И иногда мы жертвуем отношения с Богом, мы жертвуем молитвы, мы жертвуем поста. И мы идем делать какие-то вещи. Мы забываем, что если Бог не созидит дом, напрасно будет труд строителей. Поэтому эта книга поможет вам влюбиться еще раз в Бога. Поможет вам влюбиться еще раз в молитву, в постах. И вы по-новому переживете Бога. И служить станет намного легче. И жить крестьянской жизнью тоже станет намного легче. Остановись, пока не поздно. Поздайте Богу славу за эту книгу. Давайте помолимся. Господь, мы посчитаем Тебя на этом месте. У нас нет слов. Ты так благ к нам. Как перечислить все Твои благодеяния? Откуда начать? Господи, мы благодарны Тебе, что Ты позволил, что мы могли собираться вместе сегодня. Господи, спасибо, что именно Ты забрал нас вместе. Мы почитаем Тебя. Мы забываем о всем внешнем. И мы находим Тебя прямо сейчас. Мы говорим, что Ты самый главный. Мы мобилизируем себя, чтобы найти Тебя на этом месте. Ты наша жизнь. Ты наше дыхание. И кроме Тебя, и без Тебя, ничего нам не надо. Если Ты не пойдешь с нами, мы ничего не хотим. И мы никуда не хотим идти. Отче наш, суши на небесах, Да святится имя Твое на этом месте. Да святится имя Твое в каждой жизни. Пусть плода, слова нашей жизни принесет Тебе слава. Господь, да придет царство Твое. О, да придет царство Твое. Да придет царство Твое. Именно то царство, которое уже находится внутри нас. Пусть будет проявление этого царства в каждой жизни. Пусть будет изнутри, наружу во имя Иисуса Христа. И да будет воля Твоя сегодня. Да будет воля Твоя всегда. Да будет воля Твоя, Господи, в каждой семье. Да будет воля Твоя в каждой теле. И именем Иисуса, властью неба, властью церкви. Я беру власть над всяким духом немощи. Я беру власть над всяким духом болезни. Я повелеваю Тебе, дьяволу, витивон, беси, витивон. Все то, что не насажим Богом. Я выступаю против вас. Я бросаю вам вызов. Я говорю, что это святое место. Это святая земля. Мы окружены ангелами. Маке, Колуба, Каяба. Мы поражаем Маке, Калалабасике. Всякую силу врага. Всякую силу ада. Мы поражаем вас. Уничтожаем вас именем Бога. И мы устанавливаем победу Божию. В наших телах, в наших плотях, в наших душах, в наших духах. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем всестороннюю победу. Мы провозглашаем руку Божию во всех наших делах. Во имя Иисуса Христа. И, Боже, я прошу Тебя, благослови это слово. Я прошу Тебя, благослови меня, Господи. Помоги мне, Господи, говорить то, что Ты хочешь. Я осознанно убираю себя. Я осознанно уменьшаюсь, дабы Ты увеличивался во мне, Господь. Ради имени Твоего. Ради Твоего завета с пособством Божьим. Ради каждого человека, присутствующего здесь. Двигайся, как никогда, Господи. Шикару лобусонда. Восьми пони контролем. Макара лоба шинда. Прикоснись каждому человеку, Господи. Калиба ба шандара лоба сика. И пусть каждый скажет, что воистине Господь на этом месте. И мы обещаем воздавать Тебе всю славу, всю честь, величие держава, власть. Отними и вовеки веков. И всем сказали Аминь. Воздайте Богу славу. Аллилуйя. Жив Господь Бог. Любовь Твоя, О Господь, бесконечна. И милости Твоей нет конца. Они приходят с каждым утром, приходят с каждым утром. Верен Господь во всем, во всем. Верен Господь во всем. Мы говорим на этой конференции, на этой годовщине о том, что Бог надеется на нас. Мы говорим о том, что Бог видит нас как новый народ, как новое поколение. Мы говорим на этой конференции, что несмотря на все обеспечения Божьи, на все планы Божьи на нашей жизни, что есть Божья часть и есть наша часть, мы тоже должны захотеть того, что хочет Бог. Мы должны вступить в партнерство с Богом. И мы должны делать то, что в нашу силу. Бог никогда с нас не спросит то, что мы не можем делать. И если Бог уже от нас чего-то просит, значит, мы можем это сделать. Я сегодня хочу говорить на такую тему гражданины нового мира. Гражданины нового мира. Сначала я хочу поздравить каждого из нас с годовщиной. Нам 21 год. 21 – это 20 плюс 1. 1 – это начало. 20 – это круглая дата. Плюс 1 – я верю, что с этого года Бог дает нам еще один шанс. Еще начинать новое. Бог есть Бог много шансов. И я верю, что если есть что-то, которое мы не успели еще делать, если были вещи, до чего наши руки не доходили, мы можем принимать решение сегодня. О, спасибо тебе, Боже. Спасибо тебе за Новый год, что я могу принимать решение, записать это в задачу, всегда проверять и начинать все сначала. 21 – это также 3 жди 7. 3 умножить на 7. 3 – это число единства, 7 – это число совершенства. Все говорит о зрелости, все говорит о том, что мы должны взять ответственность, и все говорит о том, что мы должны сохранить. То есть единство сохранит то, что Бог уже дал нам. Это время плотное, серьезное соединение с Богом и с нашим предназначением. Мы с вами знаем, что нет смысла жить без предназначения. И мы не будем успевать, у нас не будет успеха, если у нас не будет глубины предназначения. У нас постоянно будут проблемы, если мы не поймем наше предназначение, и почему мы живем в той стране, в которой мы живем, почему мы находимся в той семье, в которой мы находимся, и почему именно находимся в той церкви, в тех городах, где мы находимся. Когда человек понимает суть предназначения, он становится человеком нового мира, он становится высшим человеком, и уже никто и ничто не может остановить такого человека. Бог говорит, что мы род избранный. Мы оригинальные, уникальные поколения. Все, вся история нашей церкви показывает, что мы непростой народ. Вся история нашей церкви показывает, что нам слишком много доверено. И Библия говорит, что кому много дано, от того и много требуется. Поэтому мы не можем сравнивать себя с соседной церкви. Мы не можем говорить, что там не так. Там можно что-то делать. Нет. Мы в ответе перед Богом. Нам слишком много дано. Нам слишком много открыто. И мы никак не можем, не должны вести себя, как другие, которые не имеют то, что мы имеем сегодня. Быть свежим в будущем это значит быть человеком современным менталитетом. С современным с точки зрения Бога. Не с точки зрения мира. С точки зрения мира современие это чем больше греха. Чем больше греха это современие с точки зрения мира. Но современие с точки зрения Бога это способность слышать то, что Дух Божий говорит церкви сейчас. Это быть на одной странице с Богом сейчас. Поэтому свежее будущее это люди, которые понимают, где Бог сейчас находится, что Бог требует от нас сейчас. Есть очень много вещей в Садстве Божьей, но время от времени Бог будет подчеркивать некоторые вещи. И именно очень важно, чтобы мы знали, что Бог хочет именно сейчас и делать то, что Бог хочет. Новый народ, свежее будущее, это люди, которые любят свет. У нас недавно была серия проповедей на одном из постов наших. У меня все нормально с микрофоном? Спасибо. Любовь к истине. Мы живем в поколении, где нет любви к истине. Но новый народ, люди Бога, люди, которые дойдут до завтра, люди, которые дойдут до будущего, они всегда в поиске истины. Они понимают истину, они меняются под истинным. И они смогут повлиять на людей и принести благо Богу и людям. Мы говорим о новом поколении. Что такое новое поколение? Новое вообще, это что-то не старое, это что-то, которое, ну, еще актуально, это что-то недавнее, недавно родившееся. Я молюсь сегодня, чтобы и сегодня, и в течение этой церкви, ну, этой годовщине, чтобы вы смогли позволять Богу родить что-то в вас. Вы не должны уйти отсюда таким, как вы пришли. У вас уже за эти два дня должен быть список, очень много список того, что вы будете делать после годовщины, или прямо отсюда будете делать. Новое поколение, они рождают что-то новое каждый день, новое каждый день, и, ну, Бог говорит, что я творю все новое. Если наш Бог, если наш модел творит все новое, тогда кто мы, чтобы остались старым? Поэтому новое это что-то недавно родившееся, недавно построенное. У нас должен быть проект, над чем мы работаем. Что-то недавно созданное. И мы благодарны люди, которые, ну, уже двигаются в этом, но Бога, чтобы мы еще никогда не остановились, никогда не думали, что уже достаточно, никогда не сравнивали себя с другими людьми, что смотри, у меня сто, а у него вообще ничего нету. Неважно, сколько у кого, мы все в ответе перед Богом, и насколько у нас будет понимание, что у нас, ну, вообще бездна, Божьей силы, Божьей способности внутри нас, и мы будем верить, что каждый день мы можем рожать, мы можем перенести из духовного мира, в физический мир, что-то новое каждый день, если мы будем чувствительными к Духу Святому. Новое, это что-то, которое не видели раньше, помните, в коринфянах написано, что не видел никто, не слышал никто, мы служим такому Богу, и мы должны быть по-настоящему протестантами, то есть, не согласны, не довольствоваться то, что уже есть, и всегда говорит Бог, я, не то, что я верю, я знаю, что есть лучше, есть лучше, я знаю, что я могу это делать лучше, я знаю, что я могу слышать тебя лучше, я знаю, что я могу служить людям лучше, я знаю, что я могу изменить мой город, я это знаю, и Бог, покажи мне, что мне нужно делать, чтобы привести это в действие будущего, мы свежее будущее, будущее принадлежит нам, если мы будем идти с Богом, если мы будем делать то, что Он нам говорит. Будущие – это люди, которые контролируют время. Контролируют время. Они не делают настоящие свои предели. Они постоянно что-то видят. Они постоянно смотрят вперед. Они отказываются просто жить сегодня. Вроде находятся сегодня, но они постоянно смотрят 3 года вперед, 5 лет вперед, 10 лет вперед. Я обычно говорю, что я представляю, какой я буду в 50 лет. Я представляю, какой я буду в 60 лет. Если я еще здесь буду, я представляю позитивно. Написано о благодетельной женщине, что весело смотрит на будущее. Люди свежего будущего – это люди, которые весело смотрят на будущее. Не важно, что происходит вокруг, не важно, что происходит в Украине, не важно, что происходит в Индонесии. Весело смотрят на будущее. Потому что есть Слово Бога, потому что есть Бог, они знают, что их жизнь им не принадлежит, и они постоянно смотрят. Данная видность очень сильно развита. Это определяет, как они себя ведут сегодня. Бог наш древний. Он очень древний Бог. По-другому можно сказать, что старый Бог. Но интересно, что от такого якобы старого Бога постоянно происходит новое. В книге Откровения 21 главы, книга Откровения, 5 стих написано, «И сказал, сидяший на престоле, вот творю все новое». «Творю все новое». Давайте скажем, «Творю все новое». Сейчас я буду попросить еще раз это сказать, но говорите это с учетом своей жизни. Говорите это с учетом служения. Может быть у вас даже какие-то вызовы сейчас в вашей жизни. Но даже если нет вызова, соедините с этим словом что-то. Может быть это ваши отношения. Может быть это ваше предназначение. Что-то, которое скучно. Что-то, которое для вас старое. Давайте в духе веры. Давайте просто немножко помолимся на их языках на основании этого слова. Посмотрите что-то, которое вам кажется, что это слишком старое. Посмотрите на что-то, которое вам кажется, что это уже даже смердит прямо. Что-то, которое просто нуждается в Божьем вмешательстве. И просто давайте помолимся сейчас на иник языка. На основании, что вот, прямо сейчас, на этом месте творю все новое. Представляйте свою семью. Представляйте свой дом. Представляйте ваших детей. Представляйте вашу землю. Миссанецкую землю. Миссанецкую землю. Творю все новое. Все новое. Ба карала, ба щикаля, ба высоко. Новые люди в церкви. Новые люди в доме. Новые люди в Украине. Новые люди в вашей стране. Потому что Бог говорит, я, я, я творю все новое. Бог не сказал, что я оставляю все, как есть. Бог отказывается оставлять все, как есть. Бог сказал, я не оставлю тебя, как ты есть. Я не дам тебе покоя. Я творю все новое. Я что-то меняю. Я хочу что-то менять. Вот, творю все новое. Вот, творю все новое. Вот, творю все новое. Аминь. Халилюя. С Богом не должна быть скучной. Иногда я слышу, кто-то говорит, что скучно. Я не понимаю, как скучно. Иногда я вижу, что у некоторых людей очень много свободных времени. Я тоже не понимаю. Как? Откуда? Столько дел. Просто дел побитвы в его присутствии. Столько книг надо считать. Сколько откровений надо получать. И надо просто, просто возлежать у его ног. Как? И там не бывает скучно. С Богом не может быть скучно. Иногда я слышу, кто-то говорит, одно и то же. Как? 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 Не бывает одно и то же с нашим Богом. Это нам кажется, что одно и то же. Потому что мы не находимся там, где нам надо находиться. Нет двух одинаковых проповедей. Нет двух одинаковых песней. Нет того в этой жизни, который мы можем говорить, я это уже знаю. Я это уже услышал. Почему? Потому что я все творю все новое. Если вы читаете какое-то местописание сотый раз. Все творю все новое. Кто со мной согласится, что каждый раз по плану, да, когда мы читаем Библию. Это местописание как минимум каждый год читаешь. У меня есть команда, мы молимся каждый день в 5 утра. Потом мы разбираем Слово Божие. И часто моя команда всегда мне говорит, Большой, сколько раз, сколько откровений мы уже получили с этого местописания. И опять получаем. Я сама в шоке. Я сама в шоке. Мы делимся откровениями. Они что-то скажут. Я, у меня сейчас 42, да? 30 лет я с Богом. 30 лет я с Богом. И иногда шли они в моей команде, делятся откровения со мной. Я говорю, и думаю, Боже мой, когда-нибудь будет ли конца откровения в этой книге? Все творят все новое. Если мы понимаем, что наш Бог, каждый день есть Бог, который творит все новое, тогда не надо будет оставлять вас читать Библию. Тогда мне не надо сильно уговорить вас подключаться к молитвенной группе, к молитвенной команде. Еще неплохо в нашей церкви, но статистика мира, мира крестьян показывает, что средние верующие читают Библию один раз в неделю. Один раз в неделю. Это в церкви, когда пастор говорит, давайте откроем нашу Библию. И вы знаете, заняты, проспали и не тянет. Ты знаешь, что Библию нужно читать, но сначала кофе. Библию нужно читать, но фейсбук. Я чуть-чуть правду говорю. Конечно. Я же тоже плоти крови. Потому что мы не понимаем, что это что-то новое. Это что-то, которое я раньше еще не видела. Это сила. Написано, они приходят с каждым утром. Скажем, каждое утро Бог посылает расу. Каждое утро Бог посылает нам то, что нам нужно. Он свою часть делает. А мы слишком заняты. Мы не заряжаем себя и мы хотим перевернуть мир. Все творят все новое. Человек всегда тянется к новому. Бог это знает. Новый телефон и нужда появилась. Все покупать. Мода. Уже не хотим одевать то, что было раньше. Что-то новое вышло. Это наша натура. Поэтому Бог говорит, окей, не беспокойтесь. Я в тренде. Я в моду. Все творят все новое. Всегда. Нам надо познать Бога так. Это наша победа. Я помню, когда мы были на одном из лидерских собраний и кто-то задавал пастору вопрос пастору Сандею. Что вам помогает всегда быть мотивированным? Он говорит, сколько я вас знаю, вы всегда мотивированы. У вас не бывает там плохое настроение, потом вас накачали, потом все опустило, потом идем дальше. Потому что пастор понимает, что нет двух одинаковых дней. Нет двух одинаковых дней. Нет двух одинаковых слушаний. Нет двух одинаковых служений. Некоторые могут позволить себе пропускать служение. Для некоторых очень важно, кто проповедует. И сколько проповедей я слышала в моей жизни, я всегда что-то получаю. Даже когда ребенок проповедует, я всегда что-то получаю. Я всегда обновляюсь. И я думала, а для людей важно, если пастор Сандея проповедует, Иисус Господь. А если не пастор Сандея, поищем, кто Господь. Потому что мы не понимаем, что Он творит все новое, и Он творит все новое через всех, которые окружают нас. Если мы это понимаем, у нас будет жажда к новому. У нас вообще, мы будем строить свою жизнь совершенно новому. Некоторые из нас, особенно в Киевске, я работаю с Киевскими, если мы дежурим, мы на месте. Если мы не дежурим, меня не ищите. Не беспокойтесь. И как мы станем новой генерацией? Потому что Бог творит новое через нас. Через нас. Это очень важно. И так, если Бог специализируется на новое, если Он творит все новое, если Он приносит свежесть, и Он действительно приносит свежесть, Он приносит свежесть в жизни, Он приносит свежесть в отношениях, тогда мы тоже должны ставить себе целью стать таковыми. Мы не можем оставаться в старом. Нет. Я хочу объяснить. Когда я размышляла, у нас есть такое выражение старое, старое, старое. И у меня есть понятие, что есть два вида старого. Когда мы говорим старое, старое, старое. Есть два вида старого. Я хочу сегодня рассматривать два вида старого. Первый вид это старая человеческая натура. То есть это плод. Это о чем говорится 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Что кто во кресте Иисусе, тот новая тварь. Старое прошел, теперь все новое. Имеется в виду греховная натура. Вы со мной? То есть это греховная натура. Это то, что мы получили в Эдемском саду. Это то, что нам передали. Вот, допустим, нас не учат лгать, но мы профессионалы. Ну, до креста. Нас не учат воровать, но почему-то мы ас. Ас, да? Ас или ас. Получается, это врожденный. Вот. И это первый вид старого, который он должен уйти. Вообще не думай. Он должен уйти. Постоянно мы должны отодвигать его дальше, дальше, дальше от нас. Но есть второй вид. Я его называю нормальное старое. Нормальное старое. Это когда, то есть, это не греховная натура. Это что-то, которое мы уже совершили. Это что-то, которое мы уже знаем. уже знаем. И вот это что-то, которое мы уже знаем, обычно и становится нашей самой главной проблемой. Потому что мы думаем, что мы уже его совершили, мы уже знаем, у нас все хорошо, неплохо. И вот именно об этом втором старом мы сейчас говорим. Потому что о первом старом понятно. Понятно, что оно не должно быть. И даже если временами поднимает голову, мы говорим, стой на месте. Я новая твоя во Христе Иисусе Христа. Я не буду грешить. Я не буду курить. Я не буду блюдить. Я буду прощать. Я новая во Христе Иисусе. Но вторая старая. Нормальная старая. Это наш вызов. Когда мы думаем, что неплохо. Но люди, которые войдут в будущее, это люди, которые всегда должны стремиться к новому. Вчера уже прошел. Вчера я победила определенные уровни непрощения. Сегодня оно должно быть выше. Как Иисус сказал Петру. Петр подошел к нему, говорю, Бог, хорошо, я понял, надо прощать. Семь раз нормально? Иисус сказал, нет. 490 раз. Всегда. Задача, которую Бог поставил перед нами, это бесконечная задача. в семье, церкви, в обществе, всегда. Всегда надо любить, всегда надо прощать, всегда надо покрывать до последнего дыхания. Никогда не будет, что все, я уже все. У нас не должно быть понятия последняя капля. Последняя капля. Я прощал, я прощал, много раз прощал, а последняя капля. У Иисуса нету последней капли. Мы должны делать добро до смерти. Мы должны умереть, создавая новое. Новое. Постоянно задаю Богу вопрос. Как я могу стать лучшей женой? Как я могу стать лучшей матерью? Как я могу стать лучшей сестрой? Как я могу стать лучшим пастором? Как я могу стать лучшим последователем? Как я могу стать лучшим гражданом? Что я могу делать по-новому? Что я могу делать по-новому? Вот это жизнь. Тогда никогда не будет скучно. Именно такие люди войдут в будущее. это процесс длиной жизни оно никогда не заканчивается поэтому мы просто постоянно должны бросать второму старому своей жизни вызов постоянно бросать вызов чтобы произвести рожать новое которое Бог хочет создать в нас мы не можем оставаться в старом никак в нашем поколении есть очень много результатов технического прогресса то есть в каждой сфере нашей жизни сегодня присутствует определенный прогресс определенный технический прогресс если мы возьмем жилища условия сегодня мы не живем в домах в которых жили наши предки мы не оставались там хотя жилье это очень важно это не грех но почему мы не живем в тех условиях в тех домах в которых они жили потому что мы созданы по образу и по подобию Божьему и как он идет в миру как бы что-то не хорошее постоянно придумывая что-то новое ты посмотри телефон что еще нужно через месяц уже что-то другое посмотри стройматериалы уже все супер через три месяца опять что-то новое это так во всех сферах жизни а что мы делаем с духовной сферой жизни почему христианство в кризисе сегодня потому что мир вокруг нас развивается а мы внутри церкви не развиваемся мы остаемся со старым вот те же сами песни то как мы проводили служение вот почему паса уже в течение десяти лет бросает нам вызов что ребята если мы что-то не изменим мы останемся одной в нашей церкви одной единственный человек мы останемся если мы не будем творить новое вместе с Богом если мы будем и так хорошо и так ничего сегодня мы не носим одежду которую они носили раньше давайте это перенесем в духовный мир постоянно служение служебе не должна быть похожей друг на друга мы должны постоянно задействовать людей мы должны постоянно мотивировать людей мы никогда не должны махать руку на людей постоянно сегодня он не открыл домашнюю группу завтра он откроет завтра он еще не открыл через месяц он откроет самый главный чтобы мы всегда творили новое, чтобы мы всегда побуждали их. Знаете, иногда я смотрю на пастора Сандея, и я учусь, я меняюсь. Потому что я раньше, если я мотивировала человека три раза, это все. Для меня он не слышит, он не хочет, он не будет. И у меня есть достоинство, что я буду его четвертый раз. А сейчас я поняла, что я до смерти буду мотивировать. Почему? Потому что то, что я его вчера мотивировали, это было вчера. Сегодня забудьте, что я вас вчера мотивировала. Бог кому-то говорит сегодня? Вчера забыли, что вы что-то делали. Сегодня новый день. И надо с новой страстью, с новой силой. Как будто это вообще не было раньше. Потому что Бог будет проговаривать этому человеку совершенно по-новому сегодня. И Бог будет говорить этому человеку совершенно по-новому завтра. Потому что все творят все новое. Все творят все новое. И Бог хочет, чтобы мы были таковыми. Мы не водим машины, которые наши предки водили. Шли дальше. Мы тоже с Богом, мы тоже шли дальше. Помните историю израильтян, что Бог подождал, пока старое поколение не умерло в пустыне. Кто помнит эту историю? Старое поколение. В чем заключается их старость? Их старость заключалась в том, что они не поверили Богу. Их старость заключается в том, что они возжаждали больше то, что было, чем то, что будет. Бог говорит, что Бог такой силой, таким чудом избавил их от Египта. и Бог постоянно говорит, что я веду вас в землю, я веду вас что-то такое, что-то, которое вы еще раньше не видели. Классно, классно, я что-то буду делать. Но они постоянно лучше, чтобы мы умерли в Египет. Там фасол, ну, хоть мы знаем, как это выглядит, но с этим Моисеем и с этим землеобетованием не знаем. И мы в посольстве Божьем мы тоже находимся совершенно в таком же положении сегодня. Паста нас куда-то ведет, рисует картину, а мы смотрим назад. Манеж неплохо было. Даже в Ленинграде вот это будущее, вот это платформа, вот это не весь здесь жизни. Мы должны поверить Богу. Мы должны поверить человеку Божьему. Мы должны говорить, Бог, да будет по Твоей воле. Сделай все, то, что ты хочешь, делай через меня. Итак, мы не готовим еду, как раньше. Мы даже не учимся как раньше. Мы не общаемся как раньше. Есть люди, особенно молодые поколения, они никогда письмо не получили. Письмо. Людям 50 лет, 60 лет, даже чуть-чуть 40. Помните, почта, письмо, приходили. А представьте, есть поколение, которые не знают смс, имейл, письмо, недели будет идти? А что это? Мы тоже не должны остановиться со своей Божьей. Электронной Библии. Даже мы не поем те песни, которые они пели. всему свое время под солнцем. Люди будущего, они понимают, что всему свое время. Поэтому, как пастор нас учит, нельзя держаться за что-то одно. Пастор нас учил, надо жить на цепочках, да? Цепочках, да? На цепочках всегда будь готов. Всегда будь готов передать служение, всегда будь готов одежду кому-то подарить, всегда будь готов уходить всему свое время. Только такие люди могут войти в будущее. Только такие люди могут принести новое. Потому что невозможно, чтобы рука была пони, рука была занятой, и чтобы мы могли что-то еще получить. Бог скажет, отдай сначала, освободи руки. Освободи руки от превышенного. Нам надо бунтовать против привычного. Конечно, кроме греха. Для того, чтобы мы могли познавать Бога. Новое приносит свежесть. Матвей 13 глава 52 стих. Матвей 13 52 стих. Он же сказал им, «Поэтому всякий книжник, наученный Сосру Небесному, подобный хозяину, который выносит из сокров вишницы свои новые и старые». То есть, старые и новые песни, старые и новые прославления, старые и новые члены церкви, старые и новые проекты. Тут написано «старые и новые». Как мы должны смотреть на старое здесь? «Новое», которое Бог создает, всегда встает на плечах старого. Новые члены в церкви, они всегда стоят на плечах старых людей. Есть место старого и есть место нового. Новый всегда вытекает из старого. Кто приводит новообращение в церковь, старые члены церкви. Но процесс, когда они приводят, становится новым. Плод рождается, дети, они рождаются не от детей, они рождаются от старых людей, от взрослых людей. Поэтому Библия говорит, что книжник научен Саству Небесному подобный хозяину, который выносит из сокров выжницы свои, новые и старые. Мы старые и новые проповеди. Мы не можем говорить, о, только новые, только новые песни про славление, только какие-то модные. Извините, эти новые, эти так называемые модные, они, их бы не было, если бы не было старые. И Библия говорит, что в Царстве Божьем должно быть старое, но также должно быть новое. старое, которое рождает новое постоянно. Саству Божьем подобное на книжнике, которое знает место старого, которое знает место нового. То есть в нашей жизни, когда мы говорим, что надо двигаться в новом, мы не говорим, что вычекнуть все то, что было. Это то же самое, когда человек женится, или когда человек выходит замуж. Если человек выходит замуж, он не может сказать, вот это мой муж, и только его одного я хочу знать. У меня с его мамой нет дел, с папой, с родственниками, вот этого я полюбила, только он для меня существует, остальные отдыхайте. Понимаете, ничего не будет. С первого дня проблема. и наслаждаться семейной жизнью не будет. Но кому он уделяет больше внимания? Скажите мне, кому? Мужу? Муж, наверное, будет заниматься в его жизни, может быть, 80%, но он уважает. Это то же самое. Когда мы говорим новый, новый, это мы не говорим, что не надо слушать лидерской школе, которая была в 96-м году, мы не говорим, что о чем пастор говорит, они уже можно их выкинуть. Нет. Мы должны больше двигаться в новом, который Бог нам сейчас приносит, но есть место старое, время от времени мы будем иметь дело старое. Признаки перемен в нашей жизни. есть два вида и есть два слушания, когда нам очень нужно перемен в нашей жизни. Первое слушание, когда мы находимся в комфорте. Когда мы находимся в комфорте, когда все у нас получается, все неплохо. Это время, когда мы должны создать новое. Это хорошее время, когда мы должны создать новое. Когда церковь растет, именно тогда надо запускать евангелизационные программы, надо делать как будто ничего не растет. Когда очень хорошо, когда очень много денег, все идет хорошо, потому что это опасное время. у пастора есть книга о комфорте, тогда нам надо быть очень предусмотрительным и создать новое, искать лицо Бога, идти в уединение, получить оценку от Бога, и это будет как профилактика, потому что в принципе нет больших проблем, но мы предусмотрительны, мы смотрим вперед. И второй случай, когда нам надо очень сильно возжождать новое, это когда уже есть проблема, но это уже как лечение. И вы посмотрите, и человек, у кого комфорт, и человек, у кого проблема, ну, мера одно и тоже. Нам всем надо искать новое, которое Бог делает в нашей жизни. Просто кому-то проще, потому что когда ты что-то создаешь в комфорте, когда есть ресурсы, когда есть возможность, это намного легче, когда уже никуда деваться. Но Бог учит нас сегодня, чтобы мы остановились, пока не поздно. Когда удобно, чтобы мы думали, посмотреть, как каждый день. Если мы будем жить так, окей, каждый день, что я могу улучшить, тогда вряд ли мы дойдем до второй ситуации в нашей жизни. Это значит, мы делали свои домашние задания. Мне нравится то, что Майс Мороз сказал, когда он был в нашей церкви. Он говорит, что Бог не вдохновляет то, что ты уже совершил. Он даже говорит тогда о нашей церкви. Он говорит, Бог уже не вдохновляет вашей церкви. Но он говорит, что Бог ждет и он в восторге о новых церквях. Я не знаю, кто помнит эту проповедь Манежи? Он в восторге, он ждет новых, которые вы сделаете. Это еще остается в силе сегодня. Я не знаю, что у вас сейчас. Я не знаю, что у вас сейчас получается. Бог привел вас сюда. Он говорит, я уже не в восторге со своими стами людьми. Я уже не в восторге со своими отношениями с женой. А все смотрят на вас. О, такая пара, о, такая пара. Это наверное самая лучшая пара в посольстве Божьем. И Бог говорит, не, я уже не восторге. Я жду новые отношения. Рожай, рожай что-то новое. Можно поднимать это отношение на высоком уровне, на выше. Если что-то уже есть, это уже есть, Бог уже не в восторге. Потому что внутри нас Господи еще больше, больше, больше. Поэтому мы должны делать запрос, чтобы это внутри нас выходило. Исайя 42 глава 9 стих. Вот предсказанное прежде сбилось и новое я возвышу. предсказанное прежде сбилось. Если что-то уже сбилось в вашей жизни, Бог говорит, и новое я возвышу. Но так о, совершилось, о, у меня получилось, и я могу сейчас отдохнуть. Нет. Бог говорит, то, что я предсказал, совершил, сейчас я скажу новое. Вот так Бог живет. И это Его Слово для нас, чтобы мы тоже так. жили. И я хочу считать одну цитату, но я скоро закончу. Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. и дай мне мудрость отличить одно от другого. Это должен быть девиз нашей жизни. Есть некоторые вещи в нашей жизни, которые мы не можем изменять. И тогда Бог требует от нас тоже новое по отношению к этим вещам, чтобы мы поменяли наши отношения к этим вещам, чтобы мы не жаловались. Было время в моей жизни, когда я жаловалась, ой, я темно кожей, я еще что-то, еще что-то, но мы не имеем права уже жаловаться. Нам просто нужно мир Божий принимать, но я темный, я с этим ничего не могу делать. Еще есть какие-то вещи, я абсолютно ничего, если я что-то с этим делаю, это будет грех, я еще больше проблем создам. Но поменять свое отношение, начинать видеть преимущество того, что ты не можешь менять. Есть некоторые люди в вашей жизни, которые вы их не можете менять, оставьте их, чтобы найти время для тех, кого вы можете менять. Если что-то есть в вашей жизни, может быть квартира пока тесна, может бы вы еще не зарабатываете то, что вы хотите, или какие-то ограничения и вы действительно посмотрели, что пока вы ничего не можете делать, поменяйте отношение к этому. Увидите это с другой стороны. И посмотрите, да, вы не можете его менять, но посмотрите, какой может быть новый подход, новые отношения к этому. И написано мужество изменить то, что я могу изменить. Ключевое слово мужество. Оказывается, что даже если я могу что-то изменять, оказывается, что мне еще нужно мужество. То есть в этой жизни нет шара, нет шара. Я вижу, что я могу его изменять, но без мужества у меня ничего не получится. Потому что очень много сил действует в нашей жизни. Сколько раз мы хотим что-то делать, и вроде и несложно, но просто не делается. Потому что мы находимся в борьбе, мы находимся между борьбе, поэтому нам надо работать над собой, об этом этой конференции. чудо не будет, шара не будет, даже если есть что-то, которое мы можем менять, нам нужно муральное мужество, чтобы это сделать. Если есть что-то, которое вы не можете изменять, имейте благодарный, позитивный подход к этому, начните наслаждаться этому. Я помню, какое-то время мне не понравилось, как пастор смеется, смеется. Вы знаете, да, говорит, заразительный смех. Я была чуть-чуть спокойной, да. А, боже мой, знаете, можно ну, труситься от того, как он смеется. Я говорю, боже, как я так не заметила до замужества. Но вы знаете, какое-то время я поменяла мое отношение, я тоже начала смеяться просто. то есть изменить этого не смогла, поменяла отношения и неплохо. у нового поколения нет времени на унине, нет времени жаловаться, нет времени плакать над пролитим молоком. Большинство людей в миру этим они занимаются, жаловаться, 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 нет времени. есть прощение для всех, есть новый подход для всех. мужества, которые нам нужно совершить, все то, что нам говорит в этой церкви, нужно мужества. Знаете, нам говорит много, если это очень легко делать, мы бы все сделали. паса Наташа сегодня говорит, что я по ночам плачу, а днем делаю. Понимаете, если бы это один плюс один, мы бы все стали героями. Все вещи, которые тут говорят, якобы простые вещи, без мужества, даже набрать домашнюю группу, нужно мужество. Мужество это умственная и моральная сила. Отважиться это переносить что-то, это противостоять опасности, противостоять страху или сложностям. Мужество это поддерживать непопулярные дела или идеи. Мужество нужно даже, чтобы защищать свои права. по-моему, кто-то говорит, что то, что у тебя есть права, это не значит, что оно автоматически, его еще нужно защищать. мужество не поддаваться давлению. Мужество значит не бояться до смерти. Итак, есть достаточно вещей, которые мы можем изменить в нашей жизни. Поэтому мы должны оставлять те вещи, которые мы не можем изменить и начинать работать над чем мы можем изменять. Библия говорит, что праведник смел как лев. Праведник смел как лев. И в Деяниях 4 глава 13 стих написано о первых апостолах. Когда толпа увидела смелость Петра, люди тут же поняли, уразумели, что он без Иисусом. Давайте вас жажда такое же свидетельство. Как брать пастора из Беларуси сегодня свидетельство, что когда он проводил ночную молитву, пастор Моисей из Беларуси говорит, ты из посольства. Давайте, когда люди увидят наш подход, наши смелости, ты наверное из Сандия, как всегда говорят, из посольства. Написано поняли, не надо много объяснять, уразумение, что вот это может быть только с Иисусом. Вот это люди могут поступать так, только когда они с Иисусом. Мы много бываем с Иисусом, мы много бываем с пастором, не забудьте это местописание, Деяние 4.13, надо промолить несколько дней в своей жизни, промолить, пропускать это через себя, чтобы, я всегда говорю, чтобы люди не догадывались, ты вообще верующий или нет. И это тоже пастор нам всегда говорит, сразу заявляй, заявляй, что ты верующий человек, крыши, делай что-нибудь, мужество, изменять то, что мы можем изменять. И я пропускаю мудрость. Колоссянам 3 глава я уже заканчиваю. Итак, если вы воскресли со крестом, то ищите горного, новое поколение, люди, которые были с Иисусом, горного, это Божие, они приносят отсюда на земле, неважно, как другие поступают на земле, у них есть другие задачи, у них родина, у них другой, они постоянно, как будто чек-лист, всегда проверяют задания, которые Бог дали им, они постоянно смотрят, а я это выполняю, это уже выполнено, сколько мне еще осталось выполнять сегодня. размышлять, думать о горном, потому что мы фактически сидим в Одесную Бога, мы вроде живем здесь на земле, но в духовном мире мы сидим в Одесную Бога, и мы должны о горном помышлять, не о земном, мы не сможем менять, если мы о земном, земном, тогда а какой новый народ, а какое будущего, не будет, мы будем как люди, которые тут живут, поэтому мы новое поколение, мы должны постоянно обновлять наши отношения с Богом, и Бог обещал нам новое сердце, и Иезекиил 36, 26, Иезекиил 36, 26, и дам вам сердце новое, если мы действительно будем открыты для Бога, когда я открылась для Бога, когда я говорю, Бог, меня нет, делай то, что ты хочешь со мной, потрясающе, Бог дам мне новое сердце, Бог дам мне новое понимание, служить стало легко, стало получаться, люди стали мне слушаться, потому что Бог, меня, мое сердце, мне ничего не принадлежит, и Бог просто наше действует, Иезекиил 36, 26, и дам вам сердце новое, и дух новый дал вам, нам нужно новое сердце, чтобы победить дух, который действует в этом мире, нам нужно новый дух, иной дух, мы должны быть людьми иного духа, и также Исайя 43, 19, вот я делаю новое, ныне же оно явится, неужели вы этого не хотите знать, я проложу дорогу в степи, и так далее, и так, заканчиваю, Бог в застоке, только от нового, Бог востока от нового, и вы должны возжажать, промолить, чтобы вы могли проложить путь в пустыне, если мы проложим путь в пустыне, весь Киев будет спасен, если мы проложим реки в пустыне, весь мир будет спасен, И Бог говорит, я, если мы будем жаждать, если мы не будем довольствоваться за то, что есть, но, как пасы говорит, сверхъестественность, если мы будем заплатить эту цену, мы покорим наш дом, мы покорим наши улицы, потому что люди же тянутся к новому. О, реки в пустыне, ты что, поехали. Люди пойдут туда, и потом мы можем засыпать их для Бога. Давайте встанем. Помните, Библия говорит, что царство Божие усилием, 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 усилием берется.